Уважаемые коллеги, в течение года группа «Политика» собиралась трижды. Мы дважды собирались по инициативе немецкой страны, где она была в основном хозяева, один раз в отношении нас непосредственно в городе Санкт-Петербурга. В нашу работу на втором заседании вмешались стихи, это не первый случай, а стихия вмешивается в нашу работу. Предполагалось, что наша группа собралась в программу будущего, но в это время в дважды не произошло наводнение, и председательствует приветствующий нас господин Йенс Пауэллес, открывая заседание группы, сказал, что в атаке проснулся затопило тот этаж, где мы должны были заседать. К счастью, на этом успели реализовать в другое место и успешно провели заседание группы. На заседании группы обсуждали самые различные вопросы, обсуждали вопросы взаимоотношения российско-германских отношений, Россия и Европейского союза, роль наших стран в руеволении международных кризисов, конфликтов, режиме нераспространения ядерного оружия, в целом ядерных правил. В целом в составе положился уже достаточно устойчивая группа экспортов и в меньшей степени политиков, которые работают в составе нашей группы. Сегодня на заседании, которое тоже проводилось достаточно долго, мы получили последними заседать, где-то минут на 20 опоздав на обедный период, но дискуссия действительно была очень интересной. Мы рассматривали два вопроса. Новый старт российско-германских отношений. Общая дискуссия сводилась и к тому, что российско-германские отношения все-таки является достаточно стабильно, поэтому говорить о перезагрузке или новом старте, конечно, можно говорить как в плане воздуха, но все-таки это не отражает реального соотношения сил и состояния дел, которые имеются в настоящее время. Наши отношения все-таки за нулевые годы смогли создать достаточно прочную базу, достаточно прочный фундамент, на базе которых можно развиваться и дальше. Такое мнение, в общем-то, разделялось практически всеми участниками. Кроме того, безусловно, были рассмотрены вопросы и непосредственно связанные с развитием и взаимоотношений Европейского Союза и складывающегося Евразийского Союза. Этот вопрос мы обсуждаем уже на рабочей группе, по-моему, третий раз, но тем не менее каждый раз появляется все новый и новый аспект. Конечно, в сегодняшних дискуссиях это рассматривается под углом сотрудников на Украине, возможности и политики восточного партнерства. Точки зрения по этому вопросу высказывались достаточно различными. Но, в целом, и российские, и большинство германских участников согласились в том, что позиция, которую заняла Европейская комиссия, о том, что Россия не должна участвовать в переговорах между Европейским Союзом и Украиной об ассоциации, вряд ли является объективно целесообразной в той сложившейся ситуации. Все высказались за необходимость более широкого обсуждения этих сюжетов. Какие делать это в формулах? Вот тут, конечно, точки зрения разделились. Часть высказалась за то, чтобы формула, которая была Россия, Украина, Европейский Союз, некоторые высказались за то, что надо искать какие-то другие формулы, в частности, участие России в той или иной степени, военнослужащей политики или каких-либо других взаимоотношениях между Европейским Союзом. Спасибо. 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 Спасибо.